День добрый! С вами Смирнова Ирина. Вот мы сейчас находимся с вами в той самой группе, которую вчера так долго решали, как назвать. Так мы ее и назвали. Клуб очень умелых блогеров. Давайте сейчас поговорим о том, что мы, собственно говоря, должны будем все за сегодняшний день сделать. Какое у нас будет задание на сегодняшний день. Первое. Мы создали группу «Клуб очумелых блогеров» с единственной целью продвинуть себя и свой блог, себя в виде бренда, да, и свой блог в интернете. Для этого нам необходима взаимопомощь. Вот для этой взаимопомощи мы с вами и создали эту группу. Вот описание нашей группы. Группа создана для взаимопомощи и продвижения блогов и блогеров в интернете. Эта группа у нас будет закрытой. Давайте поговорим о том, что такое закрытая группа и что такое открытая группа. Значит, когда вы заходите в свой профиль, вот у меня мой профиль, да, у вас вот здесь с правой стороны вверху есть ссылочки. Значит, те, кто хорошо знает Фейсбук, те, кто уже занимался, кто изучил Фейсбук, кто уже в нем работает, я понимаю, что для вас эта информация не совсем интересна. Но у нас в группе есть люди, которые только начинают работать в социальных сетях. Мы не можем их бросить и оставить на произволу судьбы, поэтому я даю информацию буквально сначала. Так вот, когда вы находитесь в своем аккаунте, вот в таком виде у вас ваш рабочий аккаунт, то есть вы имеете право, посетители не видят вот этих вот ссылочек, а вы видите, потому что вы администратор своего профиля, вы владелец этого аккаунта, поэтому вам предлагают здесь возможные какие-либо действия. Так вот, у вас есть такая ссылочка главная. Вот когда вы заходите на эту ссылочку главная, у вас с левой стороны, а Фейсбук создан по принципу блогов, блог сейчас это самые практически продвинутые такие движки, на которых легче всего продвигаться, и на базе этих движков работают и социальные сети. Так вот, видите, тоже по принципу блога создана, с левой стороны у вас есть такой сайт-барчик. И в этом сайт-барчике у вас есть какие-то ссылки, но сегодня нас интересует одна ссылка. Это ссылка группы. Вот у меня много здесь групп. Я в них работаю, в этих группах, распространяю свою информацию и так далее. Это мы будем делать позже. Сейчас мы с вами должны понять, где мы будем искать свою группу. Ну, во-первых, ссылку на группу я вам дам под видео. Второе. Вот здесь у нас с вами есть ссылочка группы, и вот такая ссылочка «Еще». Вот если я кликну на «Еще», то у меня здесь появятся все мои группы, в которых я работаю. Вот у меня сколько здесь групп, в каких-то я работаю, в каких-то я не работаю и так далее. Теперь давайте посмотрим, где мы еще можем найти какие-то группы. Как вообще их искать, эти группы, потому что впоследствии нам это понадобится. Вот посмотрите, здесь на главной ленте у нас те группы, в которых я работаю, а вот здесь есть предложенные группы. Вот мне еще предложили по тематике. Facebook понимает, о чем я, собственно, с кем я работаю. И он мне предлагает еще дополнительные группы. Вот эти дополнительные группы я просто могу, видите, присоединиться к группе и никаких проблем. Это означает то, что эта группа открытая. Давайте просмотрим все группы. То есть вот тут вот, вот по этой ссылке, вы можете пройти и просмотреть те группы, которые вам предлагает интернет. Вот обычно он предлагает в первую очередь открытые группы. Есть статусы, три статуса есть у групп, у Facebook. Открытая группа, вот такая, к ней очень можно быстро присоединиться. И вот вам предлагается прямо клавиша, сразу вы кликаете и присоединяйтесь к этой группе. И никаких проблем практически нет. Но я хочу вам показать разницу между открытой группой и закрытой группой. Поэтому вот сюда, в строку поиска, если вам что-то надо найти, вы открываете в Facebook интерфейс того направления, что вы хотите найти. В данном случае видите, группа здесь открыта. И вот в этой строке поиска, она у вас всегда здесь есть, эта строка поиска. Я ввожу, например, вот такое вот название. Мне нужны группы блогеров. И посмотрите, мне предложено сразу же с ключевым словом блогеры четыре группы. Блогеры раз, 271 участник, открытая группа. Блогеры два, 68 участников, открытая группа. Блогеры Рунета, 70 участников, закрытая группа. И блогеры-саентологи. Не знаю, кто такие саентологи. 191 участник, закрытая группа. Давайте посмотрим, что значит открытая группа и чем она отличается от закрытой. Итак, кликаю вот сюда. Блогеры, открытая группа. Сейчас она открывается, эта группа. Посмотрите, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим ссылочку о том, что она открытая. Если я навожу сюда курсорчик, то я вижу, что информация открытая группа, это значит, что все могут видеть эту группу, людей этой группы, ее участников, и все публикации, которые делаются в этой группе. Как присоединиться к этой группе? Вот написано описание, видите, о всем интересном. То есть если это блогеры, которые пишут о всем интересном, почему же мне не присоединиться, правда? Если мне нужно для работы, имейте в виду, никогда лишнего ничего на себя не вешайте, потому что в соцсетях эта вещь такая затянет, и у вас времени работать не будет. Итак, значит, чтобы присоединиться к открытой группе, вам достаточно нажать вот на эту клавишу. Присоединиться к группе. Я не буду нажимать клавишу, потому что здесь, когда я нажму, клавишу появится, убрать, ну давайте сделаю, чтобы вы видели. Присоединиться к группе. Видите, отменит запрос. То есть я отменяю запрос, мне не нужна эта группа пока. Может быть, впоследствии когда-то, и у меня опять появляется вот эта ссылочка присоединится к группе. У нас с вами группа закрытая. Вот я опять ввожу блогеры, и давайте я зайду в закрытую группу. Вы помните интерфейс открытой группы, да? Теперь заходим в закрытую группу. Посмотрите. Во-первых, я не вижу здесь публикации, я вижу только людей. Я вижу вот эту ссылочку, закрытая группа, я вижу описание группы. Полезные знакомства, интернет-мероприятия, IT-индустрии, конкурсы, блок-туры. Все здесь от самых интересных компаний Рунета. Группа закрыта. Что значит закрытая группа? Видите, замочек висит. Все могут видеть группу и ее участников. Только участники могут видеть публикации. Вот это то, что нам с вами надо. Потому что мы должны с вами еще научиться работать в группе, а потом только ее открывать, чтобы люди, пришедшие туда, поняли, что мы уже профессионалы. Теперь смотрите. Зачем я вам это показываю? Я это вам показываю для того, что когда вы зайдете в группу, вы увидите вот такой интерфейс. Не открытой группы, а закрытой группы. Вы точно так же в нашей группе нажмете вот на эту клавишу присоединиться к группе. И у вас точно так же будет там вернуть запрос обратно и так далее. Но вы сразу же не присоединитесь к группе. Вы отправите запрос модератору. Модератором в данном случае являюсь я. Я эту группу организовывала. И вот видите администратор. Вот Любовь Зайцева организовала эту группу. Вот она является администратором. А вот идут участники. Я вам дам разрешение тем людям, которые знать об этой группе у нас и войти могут. Только те люди, которые получат ссылку внизу в видео. Значит, вы сюда заходите в нашу группу и мы начинаем работать. Но прежде чем показать интерфейс нашей группы, окончательно уже разобраться, что там к чему, я хочу сказать, что еще есть третий статус группы. Третий статус группы это скрытая группа. Скрытая группа, я не стала ее искать, это надо время и так далее. Скрытая группа это та группа, которой не видно ни участников, ни публикаций. Это обычно такие ну какие-то вот внутренние какие-то проблемы решают люди. Очень много разных там. Это вот скрытые группы, это порнографические группы, это группы какие-то вот там вот когда вот террористов ищут, они тоже в скрытых группах работают. Ну, такие группы скрытые. То есть какие-то тайны там. Нам это не надо, да? Но вот Facebook позволяет такие скрытые группы организовать. Значит, у нас с вами вот такая вот закрытая группа. Давайте я зайду в нашу группу. Вот она у меня уже клуб очумелых блогеров. Внешний вид у нас вот такая вот лампочка. Я пока не загрузила картинку, еще не придумала очумелого блогера. Посмотрим, найдем может какие-то картинки, чтобы она была у нас с определенной картинкой. Вот эти люди. Вчера это все наши люди, как видите, да? Эти люди. Вчера у меня, когда я только группу организовала, мне сразу по Facebook предложил моих друзей. И я вот те, кто первые у меня были, я их сразу сюда включила. Потому что для определенной группы это необходимо. Что вы на сегодняшний день должны здесь сделать? Ну первое. Видите, вот у меня уведомление. Как только вы начнете присоединяться, я сразу все уведомления получу и вас подключу. Это у меня интерфейс модератора. Теперь смотрим внимательно. Что вы должны научиться сегодня делать? Первое, что мы должны сделать. Это мы должны зайти на собственный блок и очень внимательно и тщательно посмотреть наличие вот этих вот кнопочек. Еще раз повторяю. У меня, видите, кнопочки есть вот такие сбоку. Это кнопочки, называются присоединиться. Это кнопочки, которые ведут на бой ресурсов. Вот на фейсбуке. Видите, блоков ковек стоит. Вот мой ресурс на твиттере. То есть человек, который пришел, он может почитать и может зайти вот сюда или с мир и выйти на мой аккаунт и присоединиться. Вот это вот моя страничка в гугле. Вот, пожалуйста, я тоже. Вы можете сюда зайти, вот сюда вот кликнуть и попасть уже на мою страничку в гугле. Вот эти кнопочки, называются присоединиться. То есть люди могут присоединиться к вам в ваших аккаунтах. Мы с вами, вернее, с Галиной Варниковой, те, кто работал в Академии, выставили вот кнопочки такие вот здесь. Это те же самые кнопочки, они тоже называются присоединиться. Здесь можно было поставить много кнопочек. Например, там ВКонтакте кнопочку, потом можно было там лидерлинг поставить и так далее. То есть много было. Я вот еще Ютуб, но вот Ютуба здесь у меня нет, поэтому Ютуб я вынесла вот сюда. Это все кнопочки для присоединения. Мы с вами, когда начали работать в группе, мы не пошли по этим кнопочкам, а мы просто получили прямые адреса, чтобы ничего не перепутать. И все друг к другу присоединились. А вот это другие совсем кнопочки. Это кнопочки поделиться. Вот эти кнопочки у вас должны быть обязательно. Что они дают? Они дают следующее. Они стоят под какой-то статьей. И под этой статьей сразу человек прочитал статью. Ему статья понравилась. И он, видите, вот заходит на Facebook. И готов поделиться вот этой информацией. Вот, пожалуйста. Здесь сразу все написано. У меня написано, что это доступно всем. Я могу поделиться в хронике. Я могу поделиться в хронике друга. Я могу поделиться в группе. Я могу поделиться на вашей странице. Вот если я, например, кликну сюда в группе, то вот здесь вот введу какую-нибудь первую букву. Все мои группы, вот они здесь у меня появляются. Я выбираю здесь группу и начинаю здесь публиковать. Но это мой, моя информация. А нам важно, чтобы у нас были все наши сети самые основные. Вы посмотрите, я поставила в самом начале самые главные сети. Facebook, Google, Twitter, ВКонтакте, LinkedIn и так далее. Live Internet, Live Journal, то есть вот эти, Pinterest. То есть вот эти вот все. И дальше по, так сказать, по снижению вот этой вот значимости для меня будем говорить вот этих вот социальных сетей. Я обязательно оставила здесь e-mail. Для того, чтобы человек, если захотел, отправил по e-mail информацию. Если он захотел, чтобы он мог распечатать эту информацию, если она ему понравилась. Ну и здесь выбрать еще что-то дополнительное. Вот видите, вон сколько здесь много дополнительных. Вот вы сейчас должны проверить, что у вас эти кнопочки все находятся в рабочем состоянии. Потому что мы должны ценить время друг друга, а продвигаться мы будем благодаря вот этим вот кнопочкам. Значит, это ваше первое задание. Посмотрите, это домашнее задание, чтобы ваши кнопочки работали. Ну, будем говорить корректно. Первое. Второе, что мы должны сделать. Мы должны научиться, опять же, это я говорю для тех, кто только начинает работать в Фейсбуке, мы должны научиться публиковать информацию в нашей группе. Как мы это будем делать. Вот посмотрите, вот у нас здесь есть статус. Окно статуса в группе. Мы здесь можем что-то опубликовать. Мы можем здесь загрузить фото или видео. То есть я могу прямо, вот кликнув здесь, я могу загрузить фото, фотографию или видео прямо с моего компьютера. Я могу создать опросник. Пожалуйста. Я могу загрузить какой-либо файл. То есть выбрать из облачного облака, да, или прямо с компьютера. Мы с вами в нашей группе этого делать не будем. Мы будем это делать тогда, когда будем работать на своей странице и в профилях друг у друга. У нас с вами группа закрытая, чисто рабочая. Она, можно даже сказать, какой-то такой будет, ну, не коммерческое такое налет иметь, будем говорить, а такой вот деловой такой налет. То есть у нас здесь для того, чтобы мы не искали публикации друг друга долго и упорно, мы здесь работаем только по определенным правилам. Поэтому для нас самое главное – это научиться сейчас делать вот такие публикации. Как мы делаем публикации? Вот сюда кликаем, заходим на ту страницу, которую мы хотим продвинуть, берем вот отсюда ссылочку и вставляем ее сюда. И вот посмотрите, вот здесь вот у меня быстро заоткрылась, да, вот здесь вот у вас такой вот мигающий, такая черточки такие синенькие будут при загрузке. И вот у вас загрузилась информация с вашего блога. То есть Facebook нашел по ссылке эту информацию. Посмотрите, что она здесь дает. Ну, вот здесь у меня вот моя фотография с блога. Но мне бы хотелось найти вот, вот плюсы, вот хотелось бы найти картинку, которая соответствует плюсу. То есть вы вот здесь вот можете полистать, и она у вас здесь получится. Вы можете здесь вот, например, поставить галочку, и у вас иллюстрации не будет. Вот здесь вот адрес, да, вот это будет ссылка играющая, вот это будет ссылка играющая, конкретно на ту статью, которую вы будете продвигать. Вот здесь вы можете сделать какую-то надпись, например, ну, например, прошу прокомментировать, прокомментировать мою статью. Да, вот так вот написали. И я могу это дело опубликовать. То есть вот я взяла и опубликовала. Давайте посмотрим. Вот у меня получилось без каких-либо картинок. Вот она и получилась. Это вот пробная такая информация. То есть посмотрите, вот это выход на мой профиль. И это будет у каждого абсолютно, кто опубликовался. Вот это выход на ту статью, которую я хотела, чтобы у меня прокомментировали. Ну, это такой тестовый у нас будет информация, да. Вот это, видите, опять играющая ссылка, конкретно на ту статью, куда я хочу, чтобы человек вышел и увидел те самые кнопочки поделиться. Вот это второе задание, которое вы должны сделать. Я буду видеть, что тех, то есть вот по этим публикациям, любую статью здесь опубликуете, одну, я могу видеть здесь о том, что вы действительно подсоединились к группе. То есть я буду видеть, что вся группа здесь. Что еще вы должны посмотреть? Ну, вот сейчас, пока у нас информации мало, то вот эта публикация, правила группы, она будет вот здесь. Но вообще правила группы у нас будут всегда вот в этих файлах. Вот файлы. Вот здесь у нас для публикации расположено, а здесь у нас на копилочке. То есть в этой копилочке у нас будут созданы, мы будем потом смотреть конкретно каждую ссылочку. Вот здесь в этой копилочке будет собрана информация по группе. Вот в файлы загружена информация, которая называется правила группы, которую мы все обязуемся неупаснительно соблюдать. Вот ваша задача, это третье задание, да? Вы открываете эти правила и внимательно их читаете. Вопросы, значит, то, что вы сделали, ну, кликните в комментариях чуть-чуть. Вопросы, которые у вас появляются, нам нужно обсуждать, поэтому обсуждать будем их в скайпе. Потому что в скайпе вопросы, я думаю, будут идентичны у людей, например, по тем же самым правилам. Вы особо не спешите. Почему? Потому что завтра я конкретно буду показывать, как мы будем работать. На сегодняшний день вот это все задания. Я надеюсь, что все понятно. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы за сегодняшний день должны вопрос создания, укомплектования группы решить полностью. Итак, всего доброго. До завтра. Продолжение следует. Продолжение следует...